всем добрый день мне сейчас так повезло сегодня 31 октября как вы знаете на западе празднуют такой праздник как хэллоуин у нас ладви он так себе дети в школе ходят конечно по домам говорят сладость или гадость я не знаю это три код рит выражение но в юрмале я даже не знаю ходят на но в риге да в риге да любят дети это дело а у нас предвещают какую-то страшную бурю вчера полон интернет был каких-то роликов страшных какая-то буря просто какая-то ненормальная это я не знаю что это за ролики вообще мне кажется это какие-то специальные создает посмотрим вот сейчас ничего не предвещает этого ужаса ничего замечательная погода я приехала каугари приехала менять резину пишут прогноз погоды что будет тут все на свете и дождь и ветер и снег и гололед поэтому я испугалась хотя еще месяц можно ездить на летней резине я испугалась хотя я собиралась и прошлый четверг уже поехать но поленилась поленилась и вот сегодня я с утра звоню обычно туда где я всегда меняю эту резину в этот сервис они всегда да пожалуйста да пожалуйста в любое время можно подъехать и в течение часа они меняют а сегодня звоню горе можно поменять резину говорят нет нельзя я иду сейчас по улице таллина с кому интересно я здесь прогуливаюсь и жду на так вот греть нельзя я найти опешила думаю как нельзя всегда было можно а тут вдруг нельзя игры когда можно в 2 вторник а игра во сколько они во сколько год при пригоните машину и вот будете ждать пока не сделаем я думаю так вторник как бы долго еще и тем более тут какие-то непонятные прогнозы погоды а вдруг и правда как гололед меня на работу ехать а сегодня у меня свободный день вот я говорю а прямо сейчас нельзя может быть сейчас у вас какая-то там минутка есть они говорят ну пригоняйте я игра сейчас могу пригоняйте я говорю когда чем раньше тем лучше но будете ждать целый день пока не сделаем ну я уже согласилась на этот вариант ну ладно погода хорошая я тут где-нибудь похожу погуляю где-нибудь посижу в кафе на море схожу ролик запилю ну я собиралась долго целый час собиралась потом я еще ключ умудрилась где-то потерять бегала там складывала резину машину там прибежала думаю надо уже ехать смотрю ключа нет от машины я такая пешила нигде нет побегала побегала поискала нашла ну думала сейчас приеду тут совсем будет плохо даже не заеду во двор туда на территорию подъезжаю точно смотрю там уже около забора машины стоят такая заглядываю смотрю ну вроде там где-то я могу пристроиться встречка есть ну я так тихонечко заезжаю там задом сдаю поворачиваюсь пытаясь там пристроиться только остановилась смотрю парень бежит ко мне яркий открываю здравствуйте это вам так повезло только что мастер освободился вот буквально вам сейчас за часик сделаем я думаю ну надо же а потом кстати вышла смотрю не 11 11 на часах вот эти цифры такие знаете волшебные эти цифры и они все время мне попадаются на глаза я считаю что это хорошие цифры цифры которые способствуют удачи в общем что-то я тут расхвасталась как бы все хорошо было отдала я ключи вот сейчас хожу гуляю погода ну просто замечательно я не знаю неужели будет такой хаос ужас какой предвещает вот ролика кстати чего тик токи и вот один другой там карту показываю там какой-то мощный мощный ураган вся скандинавия все балтийское море а там территория белоруссии там дальше в глубь россии это вообще это что я помню когда был ковид нам очень многие писали ну ковидом нам же тоже пугали очень сильно вот и как бы говорили предсказывали что потом будут пугать климатом различными катастрофами природными вот мне кажется сейчас это и происходит теперь городской автобусы съездить четверочка по этой улице то ли нас он даже здесь поворачивает оказаться буду знать да там у него остановка есть теперь а погода просто прелесть я даже догнать и настроилась целый день провести на улице а нет видите как ладно нормально все короче ну все резину поменяла но через часик у меня не получилось не получилось забрать машину в общем я там пошла по своим делам благо мне было чем заняться час прошел второй час прошел никто не звонит никто не звонит думаю как так обычно всегда максимум час даже раньше 50 минут уже звонят машина готова и тут до меня стала доходить думаю надо звонить самой видимо они не сохранили мой номер телефона вообще эта фирма они такие интересные они по моему год назад я у них уже весной меняла весной меняла резину они мне позвонили на следующий день до на следующий день позвонили на работу говорят приедьте к нам мы по моему забыли прикрутить вам в общем забыли прикрутить там эти болты вернее не забыли а у них сломался этот аппарат который прикручивает не знаю как он называется и они не поняли когда он у них сломался и видимо они мне не зафиксировали ну в общем они не поняли они решили постраховаться они мне звонят готовы к нам приедьте мы проверим а я на работе в риге я говорю да а я вообще-то в риге вы знаете мне так стало страшно ехать и я буквально в риге заехала рядышком там сервис был я так медленно помню ехала боялась что мне колеса отвалятся ну слава богу стресса конечно натерпелась да там меня проверили чем все было нормально все было закручено тогда я им позвонила говорю да все в порядке я уже проверила ой 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 мы так рады извините извините в общем там долго объясняли а сейчас значит не звонят ну в чем дело ну значит до меня дошло значит они видимо мой телефон не зафиксировали нигде я им звоню говорю машина готова машина готова до готова выжигает отдали ключ не тому человеку я думаю ну как не тому человеку подбежал человек такой положительный весь такой доброжелательный ну как я могу ему не отдать ключ я же не знаю какому человеку там надо отдавать ключ я отдала и ушла оказывается надо было какому-то другому отдать они давно готова у нас нет вашего номера телефона а звонили год вы другому человеку я думаю да ну следующий раз буду имена спрашивать всех этих людей в общем ладно я пришла забрала машину вот погода начинает портиться уже появился ветер и я думаю что гулять я уже не пойду пойду схожу секонд-хэнд сегодня там не секонд-хэнд а киломакс то ли это секонд-хэнд то ли не секонд-хэнд я считаю что это все-таки секонд-хэнд там сегодня распродажа 11 евро килограмм поглазею поглазею вижу там люди ходят ходят вот смотрите последний день пустые почти но не все конечно но пусто довольно пусто что-то там вообще вот там где верхняя одежда а вообще ничего нет вот смотрите вот здесь верхняя одежда ну вот вешалка вот там вот обычно там все навешано ничего нету вот пусто ведь и разбирают да я посмотрю что есть из верхней одежды ради интереса ничего толкового нет даже нечего показать чтобы еще посмотреть халатик нашла но он тяжелый очень тяжелый то он стоит 11 евро дорого нашла три вещи ну такие нормальные три вещи вот этот халатик он не не длинный не длинный нормальный такой длинные то есть он и и по вес естественно будет легче да вот такой довольно плотненький хорошенький daydreams такие штанишки нашла симпатичные ну это все домашняя одежда еще с домашней одежды что-то можно найти тоже мне понравились если подойдут по-моему я известна что-то 4 евро по-моему или 350 4 наверное да а такие классные собачки так размер вроде мой и вот еще такой джемпер нашла он тоже неплохой вот правда размер большой немного такие вот рукавчики по мере ну подойдет там на камере он некрасиво как-то выглядит а так очень даже ничего мой хорошенький сейчас буду мерить халатик не знаю вроде ничего такое ну я не сказал что я в восторге от него не знаю почему то ли он не широкий то ли что не знаю не в восторге почему-то так теперь джемпер теперь понятно почему его никто не взял вот почему смотрите какие длинные эти рукава они вообще здесь непонятно на какие руки очень длинная так длина нормальная все нормально но вот эти рукава никому он не нужен с такими рукавами понятненько сейчас пойду вот на базарчик лиго я так удивилась что ну реально выгребли люди одежду первый раз это заметила что но пустые вешалки реально пустые вешалки ничего себе не ну магазин неплохой конечно можно найти вещи сейчас иду чувствуете мульти люкс а настоящую мне так не терпится ее попробовать капуста с минчиком классненькая чем все что я еще купила купила я еще блинчики творожные 1 штучка 39 центов купила я еще чё ночные котлетки мульти люкс и там тоже кое-что купила из косметики ой вкуснятина все начинается дождик какой-то вот уже видите какое стекло сейчас поеду домой чем все погода никакая никакая с всех с хэллоуином чтобы вас никто не испугал чтобы эта ночь была не страшная хэппи хэллоуин